всем привет вы на моем канале а меня зовут наталья это будет видео с покупками с тем что у меня на спицах и с планами ну раз будут покупки пряжи то будут и планы конечно я вам о них расскажу осень наступила резко прямо в начале сентября холодная сырая бывают солнечные дни но это не сегодня начну пожалуй с покупок и планов все сразу потому что покупки они подразумевают какие-то планы у меня была вот такая пряжа это бобинная носочная пряжа 450 метров на 100 грамм состав 75 мериносовой шерсти и 25 полиамида носочный абсолютно состав не очень колючая пряжа то есть это не такая пряжа как шерсть идет все-таки меринос он менее колючим в общем то если бы я хотела вязать носки не я бы ничего и не подбирала потому что носки из этой пряжи я вязала мне не очень нравится единственное что так как нить довольно тонкая то и вязать из этой нити при том что я туго вяжу я вязала на спицами 225 после стирки пряжа раскрывается все таки это бобинная пряжа на в пропитке но у меня все время значит сидела что я хочу вязать из носочной пряжи шапки может быть это будет жаккард может это еще что-то но дело в том что вот такой пряжи я не подобрала по цветовым каким-то позициям цвет не подобрала так и я поехала в магазин оффлайн потому что я взяла вот такие небольшие знаете кусочки разные чтобы можно было скомбинировать в общем у меня более в голове сидела какая-то более осенняя палитра чем там зимняя скажем так значит я идеально подобрала в общем то я считаю цветовое сочетание то есть этот цвет джинс этот цвет значит это baby suri вот состав 20 25 грамм то 237 метров я не хотела мохер вот просто просто специально не хотела почему-то мохер я больше когда я даже ехала я сразу определилась что если это будет пушистая пряжа то я отдам предпочтение альпаки чем мохеру вот мохер я даже не рассматривала хотя в этом магазине было как раз акция на кит мохер на шелке вот не хотела он более кит мохер все-таки пушистый там более длинные волоски именно из-за этого и не хотела цвет этот 211 я знаю что вот эту бобинную пряжу с моей подачи покупали вот вам пожалуйста вариант микса пряж отличное сочетание очень приятная значит но подбираю я все-таки на шапку не на носки хотя посмотрим буду пробовать если мне конечно не подойдет что-то то всегда можно связать носки так видите очень приятная мягкая какая-то колкость есть но тем не менее в мохере на шелке тоже есть колкость особенно вот эти вот длинные волосики они они-то и колят здесь этого нет ну мне очень нравится вот я сейчас сделала образец спицами два с половиной консистенция мне нравится и я пожалуй на ней остановлюсь но три на три резинку я все-таки делать не буду вот для меня это как-то широковато скорее всего это будет два на два или один на один я буду пробовать я уже начала делать образцы я хочу выбрать какой-то клин такой интересный в принципе я уже присмотрела мне просто надо выбрать именно для так сказать для резинки вот если я остановлюсь на два на два или один на один я буду выбирать но вот пока мне хочется два на два резинку так я буду что-то простое делать с клином вот как я делала в шапках но я почему еще хочу вот если мне все понравится я бы даже хотела может быть и манишку приду купить пряжу такую вот этой пряжи мне достаточно и я бы вполне могла еще и манишку будет такой полноценный комплект либо снут либо снут вот так также у меня вот такая это тоже носочная пряжа так супербо твит вернее супербо твит так значит очень интересная расцветка и когда я была в магазине я в общем то вот так вот прикладывала мне казалось ну мне помогал консультант помогала и мы в общем то есть того что было ну как бы минус сильно дорогая пряжа не минус кид мохер значит вот мы выбрали вот такое сочетание но когда я вот начала вязать я поняла что мне что-то не очень нравится это сочетание ну как-то так я не в таком восторге скажем как вот как вот синим цветом синий цвет очень красиво смотрится а вот желтый так себе я уже думаю может быть надо было попробовать даже черную вот тут есть черные такие крапинки может быть в любом случае это не пропадет потому что вот когда я их вот так соединяете цвета мне это сочетание очень нравится и если вот допустим вязать манишку то можно из вот этого в две ниточки вот эту взять пряжу и связать жаккард вот манишка будет допустим жаккардом так мне кажется они отлично подходят такие именно осенние красивые цвета ну не знаю меня даже вот когда я вот так вот прикладываем даже думаю может я поменяю задумку и эта шапка будет жаккардом в таких вот цветах в общем все может быть я еще пока в процессе зрею дело в том что у меня пока есть что вязать именно поэтому я тут такая вся гуляю раздумываю также я опять купила китайскую пряжу я не могу сказать что я прямо на нее ехала и прямо думала что я ее куплю нет и я в общем-то ехала с таким что я хочу пряжу на жаккардовые опять-таки шапки в основном я хотела какие-то комплекты жаккардовые значит ну вот когда я приехала как-то то метраж мне не подходил то я собрать ничего не могла даже вот в этой палитре то есть китайской этой пряжи при том что в общем то много было расцветок вот коричневого там не было он был сильно темный такой прям черный и мне он сюда не очень подходил вот значит я взяла как бы вот это одна часть осенние осенние оттенки очень мне нравится вот этот рыженький такой нам этот цвет так цвет вот вот такой вот цветом что-то тут написано вот видите н.ф. дальше что-то такое за диск как 180 или 18 с очень у них такие странные эти названия вот значит вот этот цвет видите вот я допустим два таких базовых взяла но этот больше такой как слоновая гость да называется вот а это больше желтеньким таким как топленое молоко поэтому вот этот цвет я взяла вот этим оттенком вот этот цвет будет вот этим значит цвет это я вам говорила какой не помню какой-то цвет называла так значит к вот этому рыженькому дам вот этому рыженькому вот буду показывать WKL 41 вот и вот такой тоже рыжий такой прям но более темный более темный hf 19 вот она после 19 еще что-то такое плохо видно вот дальше вот эта пара это у меня сейчас вот такой вот ну очень плохо видно как-то 318 тут что-то юда впереди стоит а тут бр 127 ну опять таки значит у меня с двух мотков получилось прошлый раз две шапки с жаккардом и двух двух сторонней то есть я вязала одно полноценная одна шапка до потом еще и внутренняя шапка жаккардом ну и точно так же вторая шапка то есть жаккардом связано получается лицевая часть внутренняя часть связано жаккардом и у меня ушло на две шапки вот то есть 200 200 грамм тут 100 грамм не 100 метров мне понравилось пряжа хорошо она выглядит хорошо но выглядит в изделии мне мне все понравилось после стирки на хорошо выглядит ну и если я передумаю вязать шапки значит у меня есть отзывы что в носках это пряжа ведет себя просто замечательно поэтому я буду вязать значит не шапки тогда она с деда если если вдруг у меня что-то поменяется мне бы хотелось вот еще сюда как-то какой-то коричневый цвет но так как но это по сути метраж туда какой тут метраж посмотрим вот тут 400 метров пряжа достаточно тонкая вот тут прям написано два два с половиной метра вот действительно она очень тонкая это пряжа очень тонкая поэтому у меня то есть носочная пряжа в таком метраже я не особо переживаю вот у меня есть допустим это я показываю то есть вот эта пряжа я вам показывала в конусе но вот она не в конусе вот она так называется вот вот ее данные так мериносовая 6 поле они 420 метров и вот это точно такая же смотрите какие у меня красивые цвета и я уже так думаю что например вот эти вот этот цвет он отличный к рыжень кому сюда подходит так и вот этот цвет тоже к рыжень кому подходит ну в общем можно миксовать или например вот так вот тоже красиво да в общем носочная пряжа дает возможность что-то с этим делать так как мне хочется хочется сейчас делать жаккард ну вот поймать это тоже кстати китайская пряжа тоже вот 400 метров на 100 грамм это как раз из той самой серии но она не 1 тонна и а вот с такими переходами переходы коротенькие очень удобно жаккарде использовать и в жаккарде же она мне и понравилось но к сожалению вот такой расцветки вообще не было а другие расцветки мне просто под те цвета которые подбирала не подошли значит но я вам хотела показать мне писали в комментариях чтобы я отсняла видео на носок отмазка я сделала то что я могла то есть у меня там три видео как набор отмазка идет не методом чуде дальше я рассказала как я ориентируюсь сколько мне вязать до пятки особенно если у меня идут какие-то полосатые узоры плюс вот саму пятку саму пятку я показала как я вижу сама пятку бумеранг с клином подъема мне честно говоря я думала что все вяжут одинаково и вот оказывается нет оказывается есть варианты надеюсь это кому-то поможет сориентироваться потому что мне кажется мой вариант клина подъема ну гипер простой просто проще не бывает данную и также тут получается все мои изыскания как вы видите это вокруг да около каких-то остатков которые я продолжаю вывязывать это и на благотворительные фонды в том числе так и опять такие застатка это пряжа лизала на год 800 и я решила почему я на ней как бы пробую всякие свои эксперименты почему бы из нее не связать носки пряжа как по мне то очень такая термоядерная в том плане что не убиваемая пряжа я почитала комментарии там в инстаграм значит внизу идут из чего там люди вяжут вяжут из любой пряжи из любой пряжи единственное что говорят что если у вас там такая пряжа нежная обязательно добавляйте какую-то нить более плотную более прочную что я сделала у меня есть у меня есть вот такие нити это полиэстер по моему это номер 30 ну вот какие-то такие то ли 20 то ли 30 но вот это точно не 20 это 30 полиэстер вот такой цвет то ли серый то ли коричневый такой сложный цвет и этот цвет такой меланж получается ими у меня все хорошо сложилось вот пятка пятка то есть я только на пятки укрепляла в принципе ничего как бы даже визуально не видно но надеюсь это поможет укрепить мысок я не укрепляла как-то у меня ни разу как-то его он не рвался что ли я не думаю что тут какие-то проблемы будут проблемы в основном это даже не вот это место а вот это место да вот это всегда место как-то очень-очень подвержена дырочка поэтому я его укрепила дальше я думаю все будет нормально значит это я почему рассказы потому что сейчас многие вяжут а для за у значит просили вязать подлиннее то есть я тут вязала до пятки аж 22 сантиметра значит просили вязать подлиннее если что то лучше уж потом пусть закатывают но чем длиннее тем лучше ну а дальше уже по размеру как бы это я просто вдруг кто-то тоже хочет этим заняться то вот свои какие-то нюансы такие то есть нитка тонкая она укрепляет но при этом как бы ну визуально она вам ничего не испортит не испортит все все будет хорошо ну и плюс резинку я взяла обычную резинку два на два то которая и так хорошо смотрится и ногу облегают и вот можно завернул и тоже ничего ну все красиво скажем вот так пятку я тоже вязала до самого конца вязала резинкой два на два и вот когда начала пятку я подмотала эту самую катушку когда вот здесь вот ну низ вот этой пятки делала да тоже я еще с катушкой было дальше уже все без катушки да ну носки из остатков я свои показывать не буду красоты как бы никакой особенно нет просто хотела поделиться сейчас многие вяжут возможно вам эта информация тоже пригодится вот и покажу покажу набор так который вязала я уже не знаю что это за пряжа мне почему-то казалось что она называется зая но я так поискала я не нашла есть ли такая пряжа или нет по моему это как раз тоже это китайская пряжа но она толстая значит я точно помню что в рекомендациях там значит спицы номер девять вязать и почему так потому что я вместе с пряжей покупала такие спицы но мне показалось что на девятки вязать это слишком то но слишком рыхло это опять таки из остатков у меня хватило вот у меня оставался один моточек 50 грамм и второй моточек 50 грамм и ну вот у меня хватило на шапку 50 грамм и на снут 50 грамм вот такая история единственное что я шапку вязала спицами номер семь а снуд я вязала спицами номер шесть было были бы спицы шесть с половиной я бы вязала шесть с половиной но вот как-то для шапки мне вроде как нормально вот так вот она гибкая да такая вся волнистая для снуда мне показалось что это как-то чересчур мне хотелось более плотнее что я и сделала значит здесь опять таки у меня с переснятыми петлями то есть в одном ряду я все петли провязываю в другом ряду я петли лицевые переснимаем тут у меня 2 изнаночные 1 лицевая значит набрала ну вот на снут я набирала 54 петли и на шапку эту же кстати набирала 54 петли довольно толстая пряжа 54 петли сначала вязала значит 2 лицевые изнаночные во втором ряду 2 лицевые изнаночную переснимаю дошла вот до этого момента когда мне надо поменять узор значит не начала лицевую переснимаю 2 изнаночные лицевую переснимаю следующем ряду все петли провязываю по узору потом когда я уже как бы вот это вот эту историю связала да я между 2 изнаночных петель прибавила третью все и уже под самый конец я тем тем же номером спиц я взяла провязала это изнаночной изнаночный ряд лицевой ряд изнаночный ряд лицевой ряд и затем закрыла исландским способом но когда я закрываю то есть я туго вижу поэтому я беру когда закрываю на размер больше спицу вот эту правую и закрываю именно размер больше то есть я вязала шестеркой а закрывала я спицей номер семь за счет этого у меня как бы проблем нет вот это дело хорошо тянется такой себе то ли сну то ли манишка потому что сну да как то вот всегда чуть чуть маловато вот здесь вот хочется чтобы более плотно сидела а вот здесь он все таки хочется чтобы она как-то немного закрывала вот и плечи и спину и горло да то я думаю что то единственное что в принципе на мне это тоже неплохо сидит но я все-таки думаю что это будет на размер 52 54 то есть это больше на подростковый такой вариант а почему я вам про шапку тут ничего не рассказываю потому что я не сориентировалась сразу что надо вот как-то поменять почему-то я забыл в общем я так отлично вязала вязала и только после этого поняла что я то есть она будет выворачиваться что-то я как-то подзабыла в общем этот момент я не стала ничего уже переделывать я считаю что так тоже неплохо вот тут изнаночная то есть две лицевые 1 изнаночная ничего плохого тут нет до закрывала быстро быстро и такое закрытие то есть сначала 2 изнаночные закрыла потом провязала после этого один ряд без убавок дальше лицевую с изнаночной уже тоже вместе провязала еще один наряд без убавок и уже потом я начала быстро закрывать уже все что осталось и стянула и такая макушка эта шапка сидит по голове ничего там не торчит эта шапка сидит по голове и очень хорошо сидит мне нравится как это выглядит так ну и еще чем я сейчас занимаюсь это я вяжу жилет вернее скажу так поначалу я собиралась вязать жилеты я даже показывала в предыдущем блоге это две пряжи одна из них вот такой шнурочек с мериносом и 2 тоже тут тут меринос с акрилом правда обе пряжи такие то есть у них метраж как был здесь 466 метров на 100 грамм здесь 500 тут 70 по моему на 100 грамм то есть вроде как по метражу пряжа тонкая но на самом деле она не тонкая за счет вот такой пушистости так значит я сначала и круглую горловину тут делала в общем по-разному в итоге я остановилась на вот этой горловине собиралась делать в общем-то погоном дальше я и делала я даже после погона уже даже соединила подмышками было все все я сделала первый после того как я соединила я решила что у меня очень большая пройма я хочу более закрытую я решила что это будет спущенное такое плечо то есть я опять перевязала и я поняла что то есть я вспомнил мне очень сложные отношения со спущенным плечом и я решила переделать потому что мне опять таки мне не понравилось как на мне это сидит и первый вариант был все-таки лучше чем чем вот то что я потом придумала но я уже не стала возвращаться к первому варианту я решила что реглан мне будет все-таки лучше я в общем-то изначально думала что мне нужен такой жилет чтобы с как бы с коротким рукавчиком поэтому раз уж я все равно распускала я решила что я не буду умничать особо все-таки раз я хочу более закрытую пройму значит вот у меня будет вот такой жилет как бы с коротким рукавчиком это широкая горловина которая достигается путем значит от меньшего номера спиц к большему номеру спица дальше укороченные вот эти ряды идут значит я вязала футболку таким таким способом это делают точно также шаг у меня тут каждые две петли то есть после сдвоенной петли вернее как я делала не сдвоенную петлю потому что пряжа очень нежная я тут делала способом с накидом проходила мне так больше понравилось чтобы никаких тут не дырочек ничего не было и пряжу я эту не тянула бы вот это сдвоенность это все делать я не хотела у меня тут методом метод с накидом он кстати хорошо работает когда вот чтобы тут дырочек кстати не было оставлю ссылку под видео вы там найдете этот способ делала я здесь когда да кстати росток я тут тоже делала так ну не сильно большой пряжа пряжа пухлая я прошла внутри два раза то есть четыре точки у меня затем я спустилась на спинку и уже стала пришла сюда и потом я уже стала ходить вот так вот так не знаю что рассказывать в общем если вы зайдете посмотрите футболки я там больше больше рассказывает тут у меня пряжа пухлая поэтому я ходила с шагом две петли ничего у меня здесь как видите не не собирается и прибавки я делала по переду и по спинке в каждом третьем ряду а в рукавах в каждом втором вот ну и я ничего тут такого оверсайза не хочу но я хочу носить и под верхнюю одежду все но я теперь знаете что я понимаю что у меня теперь хватит даже если я захочу делать рукава сначала я и почему я собственно жилет потому что я думала что мне не хватит в общем-то на что-то большое я рассматривала вот эту пряжу которую мне осталось как остаток а теперь оказался как-то я докупила вот эту пряжу так и теперь у меня как-то получается что это не остаток а ну вот я думаю что у меня даже на рукава тоже хватит в общем я пока до самого низа я не довязала у меня где-то 45 сантиметров еще обработку низа я буду делать точно такую же а вот с рукавами я подумаю я посмотрю сколько у меня там хватит то есть низ будет у меня полноценный такой как я хочу а дальше буду тогда разбираться с рукавами хватит или не хватит в принципе не знаю даже хочу ли я свитер или нет в общем я тогда уже буду думать одену покручусь и подумай что да как довязала носки уже и постирала и посушила резинка кстати точно такая же только рядов у меня здесь побольше у меня опять рядов я делала и меняла местами то есть резинка один на один с лицевыми скрещенными 5 рядов провязала и меняю там где лицевая изнаночная там где изнаночная лицевая и закрытие делала с накидами я и понравился мне такой вариант клин подъема у меня есть клин подъема я делаю вот когда вяжу по кругу я просто добираю тут петли вот у меня здесь по три петли с каждой стороны я проходя круги эти то есть я учитывая что у меня еще шесть рядов будет прибавок вот я их сделала 6 рядов прибавок то есть прибавок 6 рядов и по три петли у меня тут прибавилось так и мы после этого делаем пятку бумеран а после того как я уже сделала пятку в таком же ритме через ряд я убавляю через ряд прибавила через ряд убавила узор я оставлю ссылку кому надо под видео вот такие шишечки единственное что там узор как бы такой он сплошной идет я здесь просто такая интерпретация то есть закончила шишечку и начала изнаночные ряды после нее делать закончила изнаночные ряды да и все такие меня носки вышли носки ну в принципе 36 38 и не могу сказать что средний размер 37 это однозначно а так может подойти на 36 и на 38 узор такое ну конечно пружинит вот в какой-то степени но и сама пряжа в принципе пружинит поэтому я думаю что на три размера вполне вполне возможно ну вот так вот такое мое сегодняшнее видео было пишите мне в комментариях то сейчас что вяжет не водит интересно и до новых встреч пока в следующий раз Продолжение следует...